Итоги выходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Масочный режим или безопасные поездки? Безопасность превыше всего. Как соблюдают эпид правила в общественном транспорте? Покажем. Преступление и наказание. Сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника. Что тут успел натворить? Ищем новые лица. Телеканал «Бобруск-360» объявляет кастинг корреспондентов. Главное – это умение писать и желание работать и влиться в нашу замечательную команду. Как попасть на ТВ. А также новый маршрут, бесплатная консультация и цены на праздничный стол. Март мониторит стоимость продукта в преддверии нового года. Что почем. Госавтоинспектора задержали пьяного бесправника. Инцидент произошел этой ночью. Около половины первого на перекрестке Орджоникидзе и Западной сотрудники ГАИ обратили внимание на Ниссан, который ехал по Западной. Наряд ДПС направился ему навстречу. Однако водитель объехал служебное авто по тротуару и продолжил движение по Орджоникидзе. После Ниссан свернул к ЖД путям. Водитель выскочил из машины и побежал в сторону леса. Далеко уйти ему не удалось. Правоохранители задержали беглеца. От него пахло алкоголем. От прохождения освидетельствования нарушитель отказался. Им оказался 25-летний местный житель. Проблемы с законом, к слову, у него не впервые. Прав у молодого человека никогда не было. За это к ответственности он привлекался уже 7 раз. Сейчас составлено 4 протокола. Обязательный аксессуар. В Бобруйске введен масочный режим. Без средств индивидуальной защиты закрыт вход в магазины, аптеки, кофейни и парикмахерские. Такие же правила действуют и в общественном транспорте. Как это работает, выяснил Максим Кембель. Обязательный масочный режим действует в Бобруйске еще с июня. Распространяется он на все. Банки, магазины, аптеки, общественный транспорт. Например, троллейбусы каждое утро выходят на маршрут чистыми. Пока весь город спит, салон обрабатывают детсредствами. Убирают и моют. Делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности. При выезде с парка каждый троллейбус проходит дезинфекцию. Также на каждом конечном остановочном пункте, каждым рейсом данная процедура повторяется. То есть получается, что не проходит 40 минут, каждый троллейбус проходит дезинфекцию салона. Водители тоже под защитой. Без маски и перчаток просто не пускают за руль. Перед каждым выездом также проводится инструктаж. В кабине нашлось место и антисептику. Если у пассажира не будет маски, билеты вы продадите? Ну, конечно, придется продать. Я же не оставлю человека без билета. У меня самого есть маска. Плюс стекло ограничивает нас от пассажиров. Ну и плюс на каждой остановке мы объявляем, чтобы пассажиры в городском пассажирском транспорте носили маски. На входных дверях в салон троллейбусов висят памятки. В динамиках голос тоже всегда повторяет пассажирам о масках. Хотя не все прислушиваются к этим подсказкам. Ну, вы знаете, что маски в общественном транспорте обязательно? Аксессуар. Так почему без масок? Не знаю. Маски есть с собой? Нет. А вы почему без маски? Я не могу. Безусловно, в большинстве своем бобручане соблюдают масочный режим. И неважно, на остановке это или в транспорте. Почему в маске? Ну, как бы так, это очень важно обязательно в данный период. Эпидемия. Защитить себя и других. А вы вот в общественном транспорте маской передвигаете? Да. Ну, а почему все-таки? Можешь не одевать ее, можно так. Безопасность превыше всего. Нам всем нужно помнить. Все меры предпринимаются с одной единственной целью. Сохранить здоровье людей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бавруйск, 360. Электрокары на дорогах, праздничный стол и 58+. В стране переформатируют пенсионную систему. Как? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси переформатируют пенсионную систему. Об этом сообщил глава правительства Роман Головченко. В частности, планируют активно развивать механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей. По словам вице-премьера, в правительстве активно прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает контроль за ценами накануне праздников. Особое внимание – стоимости мясного и молочного сырья и социально значимым товарам на полках магазинов. Если на цене импортных продуктов сказывается курсовая разница и нестабильность рынков стран-партнеров, то отечественные должны считаться с кошельком своего покупателя. Почти все население Беларуси к концу 2022-го получит доступ к сети 4G. По итогам третьего квартала около 89,5% жителей страны пользуются четвертым поколением мобильной связи. В ближайшее время она значительно расширена и на территории Могилевской области. Количество электрокаров в республике уже превысило 1600. С учетом общемировых тенденций перехода на экологичные виды транспорта, эксперты прогнозируют, что в 2030-м по дорогам Беларуси может ездить свыше полумиллиона электромобилей. Появятся также электробусы. Планируют развивать и грузовой транспорт. Беларусы смогут получить бесплатную консультацию нотариуса. Акция приурочена ко дню юриста. Она пройдет в эту пятницу в онлайн-режиме. Участие в ней примут все нотариальные конторы и бюро страны. Полный список, а также контактные данные можно уточнить на сайте Беларусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением болевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бавруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Беларуси выздоровели выписаны 117 195 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 139 908 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 306 693 исследования. Такие данные приводит Минздрав. В стране продолжается кампания по сбору плазмы от тех, кто переболел COVID-19. К бессрочной акции присоединился Белорусский союз женщин. У каждого донора за 40 минут собрали по 600 мл плазмы. Процедура безболезненная. Плазма с антителами поможет сожжелым пациентам с коронавирусом быстрее восстановиться. В союзе женщин призвали белорусов, переболевших коронавирусом, активнее ее сдавать. Это не опасно. Более того, процедуру проводят как на безвозмездной основе, так и на платной. Телеканал Бавруйск-360 объявляет о начале кастинга корреспондентов и ведущих. Это шанс для тех, кто хочет совершенствоваться в телемастерстве или освоить новую профессию. Ищем как мужские, так и женские лица. Требования простые. Целеустремленность, фотогеничность, стрессоустойчивость и хорошая аддикция. С нового 2021 года телеканал Бавруйск-360 планирует запустить довольно большую линейку своих программ. В преддверии нового года мы заняты поиском корреспондентов, которые смогут влиться в нашу команду. Требования, профильное образование приветствуется, но оно необязательное. Возраст также в основном не имеет значения. Главное это умение писать и желание работать и влиться в нашу замечательную команду. Высылайте свои резюмы на наш электронный адрес, либо звоните по телефону 725024. С декабря начал курсировать новый автобусный маршрут Бавруйск-Мочелки. Целый месяц он будет работать в тестовом режиме, чтобы узнать пассажиропоток и актуальность рейса. Отправление от городского автовокзала, платформа номер 7. В понедельник, в среду и четверг в 6.10 и 17.30. Конечный пункт – деревня Петровичи. Во вторник, пятницу и воскресенье – до Мочелки. Время в пути около 45 минут. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!